Только что принесли мне iPhone 6 Plus с нерабочей камерой. Пожалуйста, передняя камера у нас работает. Включаю заднюю камеру и телефон висит, точнее камера висит вот в такой картинке. Всё, передняя уже тоже не включается, эта проблема скорее всего у камеры, либо не работает, накрылся драйвер камеры основной. Итак, 50 евро я зарядил клиенту за решение вопроса с камерой. Учитывая, что телефон стоит 700 евро, 16 гиговый, 6 Plus, я думаю 50 евро это не так уж и много. К тому же камеру я поставлю оригинальную, если конечно проблемы в камере. В отличие от тех камер, которые продаются на сайтах, я нашёл MyBuy камера за 20 евро плюс 5 евро пересылка. Этого получается 25 евро камера непонятно какого производства. Если попробовать поискать оригинальные камеры, тоже написано оригинальные камеры якобы, правда не знаю где они взяли. Учитывая, что Apple не продаёт запчасти, я думаю, что обычная камера со словом оригинал. Итак, снимаем дисплейный модуль. Если же сходить в официальный Apple Store, у нас в Барселоне их два. Если у вас телефончик на гарантии, то вам просто бесплатно заменят телефон целиком. Если же гарантия закончилась на данный телефон, то вам предложат доплатить порядка 200-250 евро, точно не знаю. И после этого вам только дадут новый телефон. Либо сразу, я когда брал в Apple Store, телефон 5TES, я делал сразу двухгодичную гарантию. Там 70 евро доплачиваешь и тебе предоставляют гарантию на два года. Итак, сняли заглушку. Снимаем дисплейный модуль. Телефончик ни разу не открывался. Нет у неё пальцев абсолютно ещё. Это радует, что никто в него не лазил. Замена камеры совсем простая. Помимо дисплейного модуля необходимо открутить всего два винтика. Один вот этот и один вот здесь вот находятся под резиновой заглушкой. Длинный и короткий. Снимаем за лужку. Отстёгиваем саму камеру. Аккуратно вытаскиваем. Нет никаких следов воды на разъёмах. Первое, что нужно осмотреть, это конечно разъём. Саму камеру. Видите, да, всё чисто. Камера тоже вроде целая. У меня есть пару оригинальных камер. Это у меня донор 5s, который я покупал за 100 евро. Он был на iCloud, пытался снять iCloud всяческими способами. Ничего не получилось. Телефон заблокирован полностью, поэтому я его просто разобрал с запчастями. Давно уже себя купил. Вот это все, что у меня осталось. Батарея, системная плата, камера, как видите, гнездо зарядки с шлейфом. В сборном модуле я установил клиенту за 50 евро тоже. Дисплейный модуль продал, установил клиенту тоже оригинально за 180 евро. Как видите, давно уже себя купил, поэтому камеру смело можно отсюда снять. Помимо этого у меня уже это все на шестой плюс айфон. Я тоже снимал с доноров. У нас их предостаточно бывает. Радиорынок большой. Доноров сомнительных носят достаточно. Итак, давайте заменим камеру. Оставляем. Давайте посмотрим. Увалилась она у меня в пакете пару месяцев. Не запылилось ли. Пристегиваем разъем. Батарейку я не отключал. Поэтому, если будете менять, так же как и я, без отключенной батареи, то случайно не коротните что-нибудь отверткой. Совсем простая замена. Ничего сложного нету. Надеюсь, что проблема в камере. Не надо будет терять время, лазить по системной плате, искать проблему. Драйвера, фильтры вниз. Ставим обратно. Дисплейный модуль. Ставим обратно. Дисплейный модуль. Заним. Ставим. Тавим. Ставим. Ставим. Давайте сразу включим, проверим. Вердом, блядь. Передняя камера, сзадняя камера заработала, как видите. Передняя камера тоже. Итак, проблема решена. Довольно быстро. 10 минут. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Простые видео тоже бывают полезными. До новых встреч. Всем удачи в ремонте. До свидания. Продолжение следует.